Шалом Бокертов. Начинаем наш второй урок в понедельной главе ВАЭРА. Продолжаем родословию левитов. Урок для поднятия души Яков Беннахум, Владимир Бен Григорий и за здоровье Полина Первого, Соня Сура и Светлана Подклара. Мы разобрали часть колена левитов и потом у нас есть сыновья Гершона Левни и Шимин, есть у нас сыновья Кегата Амрамисгар Хевронов Зиэль и есть у нас сыновья Амрари Махлиимуши. Значит, что нам известно? Из комментариев Раши к главе ЭКЭФ нам известно, что четыре левитских семьи погибло. Это после смерти Агарона было. Последний год нашего пребывания в пустыне в 40-й год. В Массероте это было, когда была гражданская война, братоубийственная. Левиты нас хотели вернуть назад, мы хотели уйти назад в Египет. Это мы разберем в главе ЭКЭФ. Но погибло четыре левитских семьи. Раши называет три семьи, четвертую он пока не нашел. Он говорит, что одна из семей это Шимин, сын Гершона. Вот его семья погибает. И вторая семья это из сыновей Кегата. Это семья Караха погибает. И третью семью, которую он называет семья Узи Эля. К сожалению, погибает. Четвертую семью Раши пока не нашел. Он говорит, я не нашел ее. Вот так вот. Потом написано, что взял Агарон Эри Шеву, доча Минадава, сестру Нахшона, себе в жены. Она родила ему четыре сына. Надава, Его, Элязара и Тамара. И написано, что Элязар, сын Агарона, взял одну из дочерей Бутиэля, себе в жены. Она родила ему Пенхаса. Что получается так? Значит, левиты не были рабами в Египте. Так наши мудрецы говорят. Но это вот в самой Торе мы видим. Значит, как это раб мог жениться на принцессе Мидьяна? Да, врагам говорит. Пойди к моей семье на родину мою и возьми оттуда жену для моего сына Исхака, из родственников своих. Да, Мидьян, свинаврагама. Но как себе может раб уйти из Египта, пойти в другую страну и взять себе принцессу Мидьянскую? Как он может взять? Если взять Путиэль, что это будущий дрон, то тогда получается... Тогда он был правителем Мидьяна. Никто не унитал его еще дочерей. И Элязар шинился раньше Маше. Вот одну из дочерей Маше он березный. Родился Пенхас. Георг правильный, потому что Пенхас левит настоящий. Потом Всевышний его сделает коином за хорошие поступки. Вот так. Потом написано, что у нас есть сыновья Караха, Сервер Канаевисав. Вот эти три сына Караха, они остаются в живых. Когда Всевышний загнал преступников живыми в преисподнюю, вот эти три сына Караха раскаялись, и Всевышний оставил нас в каком-то, и они остались живые. Они не погибли. То есть у нас написано, что ничто не устоит перед покаянием. То есть люди раскаиваются, Всевышний все прощает. Вот так. Вот это я и хотел сегодня рассказать. На этом наш сегодняшний урок заканчивается. Всем все самого наилучшего. До следующих встреч.